Кейт Миддлтон, она же Кэтрин Элизабет Маунтбеттен, Виндзорг, герцогиня Кембриджская, графиня Стратхернская и баронесса Карик Фергюс, если просто жена наследного принца Великобритании у Вильяма. 9 января 1982 года в городе Ридинге родилась Кейт. Отец Майкл Фрэнсис Миддлтон был пилотом всемирно известной авиакомпании British Airways. Также работала стюардессой и мать Кейт Кэрол Элизабет. Родители поженились в июне 1980 года. В семье также выросли младшая сестра Кейт Филиппа Шарлотта и брат Джеймс Уильям. Через два года после рождения Кейт отца перевели работать в столицу Иордании, где Миддлтоны прожили до 1986 года. Здесь девочка посещала единственный детский сад для детей иностранцев, а после возвращения в Англию продолжила обучение в школе Сент-Эндрю, которую в 1995 году успешно окончила. Несмотря на то, что предки Кейт из рабочего класса, ее родители зарабатывали достаточно, чтобы в детстве девочка ни в чем не нуждалась. Она могла путешествовать, учиться в лучших колледжах и институтах, посвящать время благотворительности. Кейт Миддлтон мало уступала своим образованиям и воспитаниям настоящей аристократки. Затем была учеба в колледже Мальборо, где будущая герцогиня кембриджская много внимания уделяла спорту. Кейт увлекалась хоккеем, нэкболом, теннисом и легкой атлетикой. В колледже Миддлтон закончила программу герцога Эдинбургского, причем самого высокого уровня. Потом девушка взяла годовой перерыв. От учебы много путешествовала, поучаствовала в программе обмена в Италии и в благотворительной программе в Чили. Еще в юности Кейт начала участвовать в благотворительности, что получила дальнейшее развитие, когда Миддлтон попала в высший свет. В 2001-м Кейт поступила в Сент-Эндрюский университет. В этом престижном учебном заведении она и познакомилась с принцем Уильяма. Не подозревая, как встреча сокурсников повлияет на всю биографию, Миддлтон получила диплом бакалавра по специальности «История искусств». Этот предмет в начале обучения посещала вместе с принцем. Позже Уильям сменил специальность на географию. Молодой человек хотел отчислиться после первого курса и, по слухам, именно Кейт отговорила его от этого. Закончив учебу, Кейт Миддлтон начала работать в семейной ферме, которая занималась доставкой праздничных украшений и предметов для вечеринок. Кейт занималась маркетингом, разрабатывала каталоги, устраивала съемки. В 2006 году она стала параллельно работать в сетевом магазине в отделе закупок. Также девушка мечтала стать профессиональным фотографом и даже планировала брать уроки у известных британских мастеров фотографии. Кейт заработала несколько тысяч фунтов стерлингов своими фотографиями. Личная жизнь Кейт Миддлтон быстро привлекла внимание прессы. В какой-то момент девушке даже пришлось просить помощи адвокатов, чтобы избежать прессинга окружающих. Как мы уже знаем, с наследником престола Кейт познакомилась еще в университете и там же столкнулась с сильной конкуренцией за сердце принца. Уильям в это время увлекался сразу двумя девушками, которые учились на факультете английской литературы. Однако быстро позабыл о прежних подружках, когда по слухам увидел на благотворительном показе сероглазный брюнет в прозрачном платье, под которым был только миниатюрный купальник. С 2002 года молодые люди стали жить вместе, снимая загородный дом. Роман развивался по своим неведомым законам, хотя студенты всячески старались это скрыть. Уже тогда Кейт и Уильям не могли жить друг из друга. Даже каникулы часто проводили вместе, связь становилась все сильнее. Что неудивительно, ведь жили они под одной крышей и учились в одном университете. На исходе 2004 года утаивать отношения стало невозможно, и пресс-служба королевской семьи была вынуждена признать, что принц действительно встречается с Кейт, девушкой из простой семьи. Новость шокировала общественность, а Кейт многие начали сравнивать со сказочной золушкой. Жизнью девушки стали интересоваться особенно активно. Ее сверстницы любопытствовали, какими параметрами следует обладать, чтобы привлечь внимание принца. К слову, рост и вес у герцогини вполне средние – 175 см и 60 кг. После окончания университета в 2005 году Кейт пригласили работать в сеть магазинов одежды, а Уильям по королевской традиции поступил в военную академию Сент-Херст. В конце 2006 года состоялся выпуск в академии, где учился принц. На церемонии присутствовала вся монаршая семья, включая королеву Елизавету II, а также Кейт с родственниками. Кейт стала все чаще появляться на людях вместе с принцем не только в повседневной жизни, но и на официальных мероприятиях. Несмотря на то, что Миддлтон никогда не обучалась тому, как должна выглядеть принцесса, ее внешность не вызывала нареканий. И девушка вскоре получила титул – иконы стиля. Золушка умудрялась выглядеть утонченно и идеально и в платье, и в пальто, и в джинсах, и даже в русской меховой шапке. За это Кейт получила еще одно прозвище – английская роза. Отличительным штрихом к образу Миддлтон при дворе стали шляпки – эффектные и яркие в стиле ретро или созданные фантазией современных дизайнеров. Британская ассоциация головных уборов включила супругу-наследника престола в своеобразный зал славы поклонников этих головных уборов. Фото нарядов Кейт появляются после каждого мероприятия с ее участием и задают тон стильной жизни не только Англии, но и всего мира. Прическу копирует посетительница салонов красоты и бьюти-блогера в 2007 году. Стали говорить о том, что Кейт и Уильям разорвали отношения. Причиной расставания называли красавицу Изабеллу Келтор. Принц якобы сделал ей предложение, но девушка отказала, сославшись на то, что он не терпит королевских церемоний. Однако, как писал в книге «Игра короны» американский журналист Кристофер Андерсон, клин между влюбленными в Билла Камилла Паркер-Воулс, жена принца Чарльза. Якобы герцогиня Карнавульская излюбила Кейт за то, что вокруг романа с Уильямом поднялась такая шумиха, тогда как Камилла не один год пыталась завоевать симпатии британ. Андерсон также утверждал, что знакомство Миддлтон с принцем не случайность, а расчет с режиссированной матерью девушки. Кейт якобы не собиралась учиться в университете Сент-Эндрю и уступила аргументам Кэрол, что только там встречаются особых королевских кровей. Как бы там ни было, но в конце 2007 года отношения Кейт и Уильяма были восстановлены, а 16 ноября 2010 года было объявлено об омолвке. Обручились молодые люди в Кении. Принц преподнес любимой знаменитой перстень сапфиром и 14-ма бриллиантами. Прежде принадлежавшей принцессе Диане обручальное кольцо без изысков выполнено из желтого золота, однако месторождение металла расположено у Эльси и принадлежит к Виндзорам. Незадолго до венчания Уильям подарил и серьги, сочетающиеся с плавным украшением по стилю. Ювелирный комплект прочно занял место в шкатулке Кейт, став одним из любимых. Свадьбу отметили 29 апреля 2011 года в Лондоне. Королева за пару часов до церемонии присвоила Уильяму титулы герцог Кембридский, граф Стратхернский и барон Керрик Фергюский. После бракосочетания Кейт стала ее королевским высочеством герцогиней Кембридска. Девушка не только сломала стереотип, что король, пусть и будущий, не может жениться по любви. Миддлбен поставила своеобразный рекорд, стала самой старой невестой принца за всю британскую историю. На момент заключения брака ей исполнилось 29 лет. Торжество оказалось прибыльным для Лондона. Желающие лично посмотреть на молодоженов потратили на ображивание, еду и сувениры. Около 100 миллионов стерлингов. На волне ажиотажа был снят фильм, посвященный отношениям и свадьбе в пенсионосных особ. 22 июля 2013 года родился новый наследник английского престола. Георг, Александр Луи, Правда, Кейт и Уильям стали называть его для простоты Джорджем. 23 октября этого же года состоялись крестильные первенцы. Сразу семь человек стали крестными отцами будущего монарха. В 2014 году особо наблюдатели и поклонники герцогини предположили, что Кейт беременна. Во второй раз официальный представитель дворца подтвердил этот слух. А 2 мая 2015 года на свет появилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана. Двое детей не сделали своих королевских родителей домоседами. В 2016 году все семейство отправилось с официальным визитом в Канаду. Принцу с женой и детьми предстояло посетить более 30 встреч и мероприятий. В Канаде знаменитая Чита провела время не только с политиками или звездами, но и посетила университеты и небольшие спортивные мероприятия и праздники. В 2017 году королевская семья удивила подданных. В январе Кейт исполнилось 35 лет и вся страна ждала новостей о красивом и торжественном мероприятии, но празднование не состоялось. Организовать шумную вечеринку именинницы запретил муж. Сам принц Уильям в этот день находился на дежурстве в медицинской авиации. Такое поведение супруга можно объяснить тем, что часть британцев признали герцога, герцогиню и принца Гарри самыми ленивыми жителями государства. Наследный принц расстроен таким званием и сейчас изо всех сил пытается исправить нелестный имидж. В силу особого государственного статуса Кейт запрещено заводить личный аккаунт в Инстаграм. Снимки о жизни королевского двора публикуются на странице Кенсингтон Роял. Весной 2018 года в королевской семье вновь случилось прибавление. 23 апреля Кейт Миддлтон родила сына в английской клинике Святой Марии. Медики по заверениям СМИ освободили целое крыло к прибытию герцогини Кембриджской. В первое время наследник жил в Кенсингтонском дворце вместе с братом и матерью. Третьего ребенка королевской четы назвали Луи Артур Чарльз. Мальчику присвоен титул его королевское высочество Луи Кембриджский. 19 мая 2018 года Кейт появилась вместе с мужем впервые после родов на свадьбе принца Гарри и Меган Марков. Уильям выступил шафером, а Кейт вновь была признана самой элегантной на торжестве. Жены принцев находятся в дружеских отношениях. Войну ведут не Миддлтон и Маркл, а их сторонники. После объявления о помолвке Меган и Гарри в сети началось своеобразное соревнование. Кто же из женщин сильнее, элегантнее и увереннее? Совместное появление герцогинь на публике дает пищу для публикаций, фэшн-экспертов и поведенческих психологов. Последние заметили, что актерское прошлое Меган сказывается на ее жестах и манере. Преподносить себя Акейт демонстрирует, что королевской особи не требуется привлекать внимание. Таких всегда услышат. По информации инсайдеров, на которые ссылаются в СМИ, конкурс популярности вызывает немало трений во дворце. Следующим поводом для встречи стало место жительства, предоставленное Елизаветой II внуку Гарри, будто бы в апартаментах. На одну комнату больше, чем у принца Уильяма. И это возмущает Миддлтон. А еще неизвестно, как герцогини восприняли правила этикета, согласно которым Меган обязана делать реверанс перед Кеймсом. Осенью того же года в династии Виндзоров появился еще один простолюдин, хотя и графских кровей. Внучка Елизаветы II, принцесса Евгения, ушла замуж за управляющего ночным клубом. Безупречная герцогиня Кембриджская едва ли не затмела невесту по причине легкого конфуза, когда ветер приподнял подолжье платье. Принц Джордж и принцесса Шарлотта по традиции поработали пожелать цветочницей. Появлением на мероприятие герцогиня дала понять, что декретный отпуск закончился, и она приступает к выполнению предусмотренных статусом обязанностей. Миддлтон побывала на открытии фотовыставки у музея имени королевы Виктории и принца Альберта на саммите по вопросам психического здоровья и в саду дикой природы. После последнего выхода пресса вновь обратила внимание, как естественно выглядят монаршие особо в одежде простого стиля. К тому же Кейт вновь изменила прическу. Согласно отчетам онлайн-ритейлера eBay, Кейт неизменно оказывает большее влияние на потребительский спрос, чем Меган Маркл. В магазинах ждут покупатели, желающих приобрести вещи, как у Миддлтон, а модные журналы пытаются предугадать, что станет популярным в следующем сезоне. На этом все. Спасибо, что слушали. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok